У жильцов этого на вид аварийного подъезда сегодня сплошь стихийные собрания. Обсуждают последние объявления коммунальных служб. Лестничным пролётам, стенам и потолкам нужен срочный ремонт. Счёт ляжет на жильцов, недовольных теперь с первого по девятый. Мы отказываемся платить и не хотим и не будем этого делать. Потому что это как бы... Мы считаем, что незаконно. Тот, кто виноват, тот и должен. А раз уже сложилась такая ситуация, то почему жильцы? Ведь они в этом не виноваты. Искать крайник сейчас в подъезде действительно дело неблагодарное. За два месяца подъезд поджигали трижды, буквально дотла. Сначала вспыхнуло между первым и вторым, затем между вторым и третьим, и, наконец, между пятым и шестым. Как по сценарию, только в разные дни. Наиболее вероятной причиной данных пожаров является поджог, на что указывает однотипность пожаров в одном и том же доме, в схожих помещениях в тёмное время суток, при отсутствии технических причин, таких как системы отопления, газа и электричества. По словам жителей, платить за форс-мажор как минимум нецелесообразно, ведь поджигатель может вернуться. Но местные коммунальщики настаивают, дефектный акт уже составлен. К тому же этот случай подпадает под вандализм, а в ЖУ нет такой статьи расходов. Должен ремонтировать виновник, в первую очередь, если бы он найден был сразу. Но если проходит какое-то время, и он не был найден, тогда, естественно, в таком виде подъезд не может оставаться. И в любом случае жители восстановят этот подъезд за счёт собственников квартир. А иначе штрафы от санстанции. Поэтому другого выхода нет. Стоимость ремонта включат в жировки. В среднем от 80 до 160 рублей на квартиру, в зависимости от площади. Обещают даже рассрочку на полгода. Но такой вариант устроил далеко не всех. Учитывая то, что в этом подъезде живут где-то примерно 80% пенсионеров или инвалидов, то есть реально за счёт жильцов сделать этот ремонт невозможно. То есть он обречён, это 100%. Правда, возможен и компромисс. Возбуждено уголовное дело. И если милиция всё-таки найдёт поджигателя, всю стоимость ремонта он вернёт, а жильцам сделают перерасчёт. Правда, в такое развитие событий в подъезде уже мало кто верит. Максим Ячерков, Владимир Пятенёв. Наши новости. Гомель.